В чем особенность северного сияния? Ты стоишь как дурак, и сам-то ты ничего не видишь, и ты только снимаешь на камеру. Что чувствует человек, который первый раз в жизни видел северное сияние? Шок! Ледокол Ленин, а здесь проходят экскурсии, на которые мы сейчас и отправимся. Итак, у нас самый ответственный момент нашего путешествия, мы наконец-таки едем смотреть северное сияние. Северное сияние я не видел никогда в жизни, но я много про него читал. Во-первых, я точно знаю, что если зачать под северным сиянием ребенка, то обязательно будет мальчик, именно поэтому в Мурманск и в Норвегию едет много китайцев. У нас сегодня в отеле заселялось какое-то неимоверное количество китайцев. Как найти северное сияние? Для этого нужен хороший проводник. И у нас сегодня с нами в машине едет Алексей. Алексей сияниевед. Это человек, который найдет сияние даже под пасмурным мурманским небом. Сейчас у нас идет какой-то, по крайней мере, шел целый день какой-то мерзкий дождь. Были низкие облака, все небо было затянуто этими облаками, и вообще никаких намеков на просветы не было. Мы найдем сияние? Мы постараемся. Когда нужно смотреть сияние? Сияние нужно смотреть с сентября по апрель, когда темные ночи. Потому что все остальное время на севере светит солнце ночью. Можете себе представить. Если небо чистое каждый день, то можно увидеть сияние разной силы. То есть оно может быть слабенькое, может оно появиться на 30 секунд, может играть пару часов. То есть, в принципе, если ясно небо, то каждый день можно смотреть на северное сияние? Да, но лучше выезжать за пределы города, чтобы свет городской не мешал. Так, ты видел северное сияние? Конечно. Люба? Я нет. Маша? Вася? Вчера видел, да. Первый раз? Первый раз в жизни. Ты вчера первую жизнь видел северное сияние? Да, да, да. Что чувствует человек, который первую жизнь видел северное сияние? Шок. Десятисекундный шок, ты не можешь шевелиться, проезжаешь вот на красный свет, ничего не понимаешь. Ты не трава видишь? Я пошутил, пошутил, Илья. Еще раз, что чувствует человек, который северное сияние видит? Во-первых, это удивительное явление. Первые пять-десять секунд я просто стоял, смотрел, как он такой зелененький, шевелится, что-то с ним происходит. Потом только взял камеру и начал его фотографировать. Получилось неплохо. Ссылка в описании, ставьте лайки. Ты знаешь, у меня реклама, что ты сейчас подвел под долги, Вася? Да. Но ничего страшного. Вообще в Мурманске все самое-самое за поляным кругом. Самое высокое здание, самый длинный автомобильный мост, самый высокий памятник. Троллейбусы здесь ездят, это самый северный город. Самый северный Макдональдс, да? Самый северный Макдональдс, да. Поэтому Мурманск такой уникальный на самом деле город. Северный Макдональдс Северный Макдональдс появился чуть-чуть, поэтому ждем, когда оно разыграется посильнее. В какое время оно чаще всего? Вообще, ну где-то при очень хорошей солнечной активности, где-то начиная с 7 часов вечера до 3 часов ночи. Ну то есть, дальше трех мы ждать не будем, я надеюсь, потому что так холодно. Да, дальше трех, да. Спасибо, спасибо. Что вы делаете, чтобы появлялись звезды? Как вы зажигаете звезды в Мурманске? Мы смотрим прогнозы. Вот так банально. То есть, ты мог не соврать, сейчас сказать. В чем особенность северного сияния? Во-первых, холодно. Во-вторых, ты стоишь как дурак, и сам-то ты ничего не видишь. И ты только снимаешь на камеру. И вот выдержка 30 секунд, и через 30 секунд у тебя на экране фотоаппарата что-то появляется. Ты такой, ооо, как красиво. И про себя думаешь, сейчас еще в фотошопе там подкрутишь эти ползунки, и будет вообще ярко, супер. И все будут удивляться. Ничего себе, как бывает. А на самом деле это просто черное небо со звездами. И без фотоаппарата, по-моему, видеть его нельзя. Но бывает и поярче. Где у нас специалисты? Где у нас сияние вет? Бывает такое яркое, что даже земля светится. Скажи, пожалуйста, а как согреваются сияние веты? Чайком. Нет, а после чего? После чайка земля у вас подсвечивается? После северного чайка, да. Ну то есть, я так понимаю, вот эти вот... Ваше сообщество гидов на полянке собралось и... Попили чаю. На мухоморах какой-то, да? И у вас земля подсветилась. Ползунки подкрутили себе. Еще напоили горячим чаем туристов. Да. И все рады. Слушай, я понял. Ха! Я понял северный бизнес. Короче, везешь китайцев в поле. Завариваешь им чай с мухоморами здесь местными, мурманскими. Они видят сияние даже в пасмурную погоду. И даже днем они его видят. Они довольны и уезжают. Вот. Слушай, я... Да? Раскусило. Раскусило. Все-таки не получилось у нас скрыть. Обращайтесь. Сколько стоит посмотреть сияние еще раз? С чаем? От 5 тысяч рублей. Это с чаем? Да. Как в Голландии. Тудокол Ленин. А здесь проходят экскурсии. На которые мы сейчас и отправимся на экскурсию. Посмотрим, как там все внутри выглядит. Входной билет стоит 500 рублей. Фото-видео съемка бесплатно. Экскурсионное обслуживание есть на русском, на английском языке. Что удобно для туристов. Тысячу и полторы тысячи соответственно. Ну, начнем, наверное, с главного помещения. Да, отсюда как-то. Здесь импульс жизни ледокола задавался. Это кают-компания. Традиционно на судне. Центр всей судовой жизни. Тут и бытовые вопросы. Командный состав ледокола кормили. Общественные дела все решались. Здесь гостей принимали. Видите, у нас тут некоторые самые знаменитые, такие выдающиеся гости. Вот Гагарин побывал очень. Фидель Кастро, молодой. Фидель Кастро. Первый визит его в Советский Союз после революции. Да, 1963 год. А он же действующий, да? Да вы что? Очень давно уже, в 1989 году, завершена эксплуатация ледокола. Прежде всего, что отличает его, это изобилие дерева. В этом смысле это, в общем-то, беспрецедентное судно в российском морском флоте. Дерево довольно разнообразное. Довольно дорогие сорта дерева. Вот клен птичий глаз. Тут положим ореховое дерево, красное дерево. Значит, много вот таких самых разнообразных. Ясень, клен, ценных сортов и так далее. Вот. В общем-то, конечно, такое решение, оно неспроста. То есть, были для этого основания. Советское правительство, так сказать, рассматривало ледокол не только с позиции, так сказать, технического прогресса, но и с позиции большой политики. Вот. И была, так сказать, задача определена следующим образом. Первый в мире атомный ледокол должен стать символом государства. За все эти годы у нас здесь не было ни одной реконструкции архитектурной, реставрации. Все, в общем-то, сохранено в первозданном виде. Это было довольно непросто. Ровно за 100 дней до открытия Олимпиады в Сочи атомный ледокол 50 лет победы. На сегодня это самый большой, самый современный ледокол в мире. Он доставил Олимпийский огонь, вот видите, на полюс. И в результате, так сказать, морякам Олимпийский комитет сделал этот подарок. Настоящий Олимпийский факел, так сказать, диплом соответствующий есть. Вот. С этого рейса началась эстафета Олимпийского огня по всей стране. По всей стране. Возили его, помните, в космос, там, в Байкал и прочее. А начиналось все вот отсюда. Вот. Надо сказать, что ледоколы на полюс ходят довольно регулярно, довольно часто. Вот я вам говорил о Кучи. И, значит, он впервые довел судно до полюса атомный ледокол Арктика. Это было 17 августа 1977 года. Вот с того момента атомоходы побывали на полюсе 117 раз. Ну, тоже цифра сама по себе впечатляет, да? Угу. А сейчас я вам скажу еще одну цифру. Ледоколы всего остального мира посещали Северный полюс 11 раз. Угу. Вот, видите. Вот. Правда, сразу возникает вопрос, что они там потеряли, что они туда так часто ходят, да? Ледоколы. Ответ довольно простой. Это, в основном, круизы туристические. Они проводятся уже 28 лет. Значит, с 1990 года. И популярность до сих пор не спадает. То есть, разбирают в лёд. Сколько стоит билет? Удовольствие это обходится каждому туристу плюс-минус 30 тысяч американских долларов. Угу. Собственно, отсюда такие дорогие билеты. Потому что аренда ледокола довольно недешево стоит. То есть, если я очень богат человек, я могу просто сам снять весь ледокол и устроить там свадьбу и поплыть на Северный полюс. Пожалуйста, нет проблем. Сколько аренда ледокола стоит? Ну, точные цифры вам не скажу. Ну, порядок. Порядок такой. Примерно 60-70 тысяч долларов в сутки. Так это вообще недешево. Точнее, недорого. Ну, как недорого. 70 тысяч долларов в сутки. Да. А сколько нужно, чтобы до Северного полчаса и обратно прокатиться? 12 суток. У нас причем жесткое расписание. Отклонения тут не допускаются. То есть, миллион долларов и мы едем. Ну... Значит, не знаю как. Вы посчитали только чистые расходы по ледоколу. А тут мы сидели однажды с одной дамой, которая занимается у нас этим погран режимом. Оформляет пропуска. Она хорошо считает. У нее калькулятор был. Мы ее посчитали прямо в процессе экскурсии. Она насчитала, что полный доход, без вычетов и без всего, одного рейса 9 миллионов долларов. А потом уже уходит там по разным статьям. Ну, прибыль же тоже заработает. Тоже будет работать просто так. Ну, вот компании, только компании, да еще и налоговой. То есть, за миллион не поедем? Да, так же за миллион у вас не получится такая поездка, да. Ну, в принципе, знаете, у кого есть миллион, наверное, есть еще и те миллионы, а остальные миллионы, которых не хватает, как правило. Пожалуйста, можно подниматься вот на эти металлические ступеньки. Смотрите туда внутрь. Все одинаково, что одна ступень. А, это реактор, да? Да, вот это вид сверху на атомные реакторы. Там, конечно, довольно неплохо видно, потому что все в основном там под половой внизу. Ну, а главный элемент внутри атомного реактора, это, конечно, ядерное топливо. Это макет, но он как-то натуральную величину. Таких называется эта тепловыниляющая сборка. Их 482 двухатомных реактора, вот таких тепловыниляющих сборки. Вот этого объема ядерного топлива хватает на срок работы бедокола от 4 до 6 лет. Чтобы вам было наглядно и понятно, дизель-электрический бедокол, отправляясь в Арктику, берет около 5000 тонн жидкого топлива. Это примерно треть его веса. Хватает на полтора месяца. Так, это столовая? Да, значит, кормили экипаж одну треть, как сейчас модно говорить, офицеры, командный состав, кормили там в кают-компании. А остальные, плюс прикомандированные, таких людей было довольно много, особенно в первые годы эксплуатации бедокола. Вот их кормили в столовой здесь, 85 посадочных мест, но в первые годы вообще столько народу было на борту, что приходилось организовывать питание в три потока, а кормят на флоте четыре раза в сутки. То есть получается 12 смен в сутки, значит, люди, так сказать. Ну, представляете, какая тут веселая жизнь была, такой пищевой конвейер с утра до вечера. Но, несмотря на это, вечером столовая превращалась, как видите, в кинозал. Значит, вот экран, там проекционный аппарат, и все сохранено. В первых заданностях аппараты тут настоящие у нас стояли. Так что вот они жили в таком режиме, уже готовый обед на подносе. Официантки разносили, люди обедали, и также они использовали посуду. И вот так вот 12 смен в сутки. Вот, так что вот так вот работала столовая. Такую напряжённую режиму. Красивая столовая. Ну, как, вот, ребята, нормально, в конце концов. Вот там фотографии есть, где, так сказать, разные эпизоды. Развлечений на ледоколе никаких не было, поэтому в кино крутили. Так, женщины были на ледоколе? До одной пятой части экипажа. А, то есть всё нормально? Всё нормально было, да. Значит, вот это помещение называется постэнергетики и живучести. Это центр управления и контроля всеми системами движения ледокола. Вот здесь регулярно, круглосуточно сидели люди. Два оператора, два атомных реактора, два оператора соответственно. Каждый за свой реактор отвечал. Здесь оператор ответственный за систему электродвижения. Там оператор, отвечавший за контроль радиационной безопасности на судне. 300 точек контроля, около 300 было на борту ледокола. И начальник смены. Вот эти пять человек обеспечивали в круглосуточном режиме работу ледокола. Американцы параллельно с нами строили своё первое и единственное гражданское атомное судно. Называлось оно «Саванна». Это грузопассажирское судно. И вот чтобы выиграть вот это соревнование, значит, кое-что здесь в целях экономии средств и времени, значит, кое-что взяли с первой атомной подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол», которую тоже вот мы верим, что всё-таки она тоже станет музеем. Она здесь недалеко у нас, на Кольском полуострове находится. Так вот, значит, чтобы ускорить процесс строительства ледокола «Ленин», вот положим весь этот модуль, вот этого управления. его взяли с атомной подводной лодки и встроили. Ну, немножко здесь по свободнее, конечно, на лодке там более тесно. Вот видите, всё получилось, в общем-то, довольно неплохо. сэкономили. Давайте посмотрим для, как бы сказать, немножко из прошлого в современность перенесёмся. Вот. Это вот второй музей на борту ледокола. Он открылся где-то три года назад примерно с помощью компьютерной техники. Создаётся, можно представить себе Арктику в виртуальном виде. Вот вы зашли в самый такой зрелищный зал, вот эти животные Арктики. Да, можете выбирать вот это. Начиная от червяка, начиная от микроба даже. Да. До этого самого, до белого медведя. До 2017 года. Вот. Тут много разной информации. Записали воспоминания ветеранов, кто стоял у истоков флота. Послушать можно, так сказать, когда время есть. А вот то, что видите на экране, это как раз рейс на Северный полюс с туристами. Вот. Бывают эти медведи приходят к борту ледокола в проливах Архипелага, земля Франца и Осипа. Ну и занимаются попрошайничеством. То есть, приходят тут. Слату их угощают, конфеты, шоколад. Ах, тут тепло. Да, у нас тут всегда жарко. Поколоритилы поставили. Это дополнение. Врачи не было. А окна открывались? Да. Вот эти задрайки, они прижимают стекло прочно. Ага. Значит, иногда нужно отодрать их. И вот так вот открываются окна. Но лучше этого не делать. Страшно тяжелые окна. Потом вдвоем приходится поднимать и назад ставить. Вот. Стекло рассчитано на силу ударной волны от атомного взрыва. Выдерживает очень прочные стекла. И был случай, когда ледокол попал в такую ударную волну. В 1961 году проводили высадку на льдину станции Северный полюс 10 полярников. И после этого было произведено это самое испытание. Значит, то, что называли Кузькина мать. Ага. Никита Сергеевич Хрущев. Вот. Вот этот взрыв был проведен. И сравнительно недалеко находился атомный ледокол Лимен. Вот все выдержало. Значит, вот это все называется ходовой мостик. Ходовая рубка, штурманская рубка, радиорубка. То есть, основные помещения. Вот. Отсюда осуществляется управление ледоколом. Два уровня управления с помощью вот этого штурвала. Правда, тут ничего особенного нет. Он такой же, как на любом другом судне. А стоят? То есть, получается, они все время стояли? А, да. Положено было стоять, да. Положено было стоять. С помощью этого штурвала изменяется курс направления движения судна. Сложность в чем? Сложность не в том, чтобы изменить курс. Сложность в том, чтобы удержать судно на курсе. Поскольку, в отличие от человека, судно живет не по приказам, не по командам. Он живет тоже по законам физики. Вот такая огромная металлическая конструкция весом около 20 тысяч тонн обладает высокой степенью инерционности движения. Поэтому, вот, задача этого матроса рулевого, с помощью этого штурвала, погасить инерцию ненужную и выдержать заданную курс. Довольно непросто было. Так что требуется навык, мастерство определенное. А второй уровень управления ледоколом, вот эти три ручки машинного полиграфа. Их три, потому что ледокола три не определяет имеющуюся мощность ледокола на льдах. Зачем это нужно? Благодаря этому ледокол обретает очень такое ценное качество, это маневренность. Маневр – это основа безопасности ледового мореплавания. Цена маневра в Арктике настолько велика во льдах, что если не своевременно или не грамотно выполнять маневры, может все печально кончиться. Можно даже потерять судно, которое погибнет, раздавленное льдами. Поскольку основная угроза при плавании во льдах – это ледовое сжатие. Для начала эти ветра взламывает ледовый покров и миллионы тонн льда приходит в движение. Вот это очень опасно. Поэтому нужно как-то избежать этого ледового сжатия. Способ только один – маневрирование. То есть, если изменить направление движения каравана путем маневра, ледовое сжатие прекратится. Оно только под строго определенным углом воздействует на канал, проложенный ледоколом. Но дело в том, что через 5-10 минут ветер задует с другой стороны, и ледовое сжатие может опять возникнуть, и опять нужно делать очередной маневр. Вот так вся вахта, как говорят моряки-ледокольцы, самая прямая дорога в Арктике – кривая. То есть, постоянно нужно выбирать вот этот путь, чтобы избежать этого ледового сжатия. А почему эту функцию выполняет ледокол? Потому что ледокол конструктивно устроен так, что для него ледовое сжатие не имеет таких страшных последствий. Почему? Корпус ледокола вот такой округлой формы. Как только сжатие начинается, сам же лед его выпалкивает. Поднимается он над ледовым массивом, а далее потом будет его рушить, взламывать путем давления на него. То есть, строго говоря, и само название ледокола, в общем-то, не совсем неправильное. Не колет ледокол лед, ледокол лед давит. И путем давления его преодолевает. Радиослужба играла очень большую роль в то время. А теперь, как таковой радиослужбы на ледоколах уже и нет. Красивая романтическая профессия радиста, она умерла на флоте. И видите, сколько тут техники было, и людей было 8 человек, радиослужба. Все это принадлежит уже истории. Вот все эти огромные всякие ящики, эти коробки, все это заменил компьютер. И поэтому, как бы сказать, это еще и музей техники, радиотехники. Сюда к нам приходят любители, общественники. Организуют сеанс. Здесь, так сказать, на весь мир порой популярно будет. Радиолюбители, они... Радиослужба приказала долго жить, а радиолюбителей меньше не стало. Такой, как спорт распространен. А вот скажите, алкоголь был на ледоколе? Честно. Официально не было. Так, ну, сейчас-то можно рассказать правду. Причем тут правда-неправду. Официально мне, вот как положили, сразу, как аргумент приводят. Вот на атомных, даже не на атомных, на подводных лодках, значит, давали там это вино сухое, там, стакан, там, 200 грамм в сутки. Вот, надо правильно понимать, это давали не потому, что там с радиацией это было связано. Чтобы веселее было. Да, чтобы снять напряжение психологическое. Вам давали? Нам не давали, но вот. Ну, было, ну, знаю, ну, ладно. Я скажу так, каждый свои проблемы решал сам. То есть, у вас рядом с реактором был самогонный аппаратик маленький? Да. Вы тут наговорите, да. Ну, если были женщины, должен был быть и алкоголь. Ну, почему? Вот это одно из пяти помещений капитанской каюты. Капитанская каюта, как видите, большая была. Салон. Это салон, здесь он в рейсе совещания проводил. А когда приходили в порт, гостей принимал. Гостей было много, конечно, поэтому все тут так красиво, так сказать, впечатляет, настраивает. И торжественный лад. Здорово. Спасибо большое. Приезжайте. Спасибо. Спасибо. Очень интересно. Спасибо. Все, спасибо большое. До свидания. До свидания.